здравствуйте друзья мы еще штате вирджиния и даже если бы вот вы не могли догадаться куда мы сейчас попали то вы бы по запаху если были тут поняли что это сельскохозяйственное предприятие потому что пахнет тут навозом собственно вот и навоз есть так вот пахнет навозом и тут у них сегодня такой как бы день открытых дверей такое ощущение что вообще в целом на этой местности все фермы только и норовят чтобы им кто-то в гости пришел такое транспортное средство наверное они пользуются им правда такой тракторок явно на ходу живой такой вот так друзья американские фермеры получают удовольствие от жизни на сказать что для того чтобы сюда попасть с нас даже взять какие-то денежки да и здесь тоже тесла есть правда называется газ а да вот с нас собрали какую-то денежку почем почем брали как бесплатно дали билеты были бесплатными ну хорошо ну а все в случае во всяком случае выдали билеты вот начнем с этого ангара амбара не знаю что тут продают то давайте посмотрим ой вот говорят снимай на здоровье you make it yourself i make it everything in my home studio up the street so you you melt glass or yes yep this is all fused glass hand-painted glass dishes night lights jewelry вау вау это выпеченные стекла запеченные стекла вау ну тут без комментариев вы видите тут съестное всякие пирожки а вау сахар я вау 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 Окей, окей, они не сами, а дамы, которые организуют все это, они от себя приносят, они дома делают, а сюда приносят, у них есть какое-то благотворительное начало в этом, то есть, о, пожалуйста, хлеб с сосисочкой, вот, и они потом собранные деньги там на какие-то благотворительные деньги, цели потратить. Это, друзья, бутылки, вот такие чехлы для бутылок, да, там просто вино, а здесь вот, так, интересно. Так, друзья, есть, есть какая-то прелесть, в сельской жизни, так, ну, пойдем смотреть дальше. Так все, знаете, незатейливо, простенько так, от души продают, что-то такое ощущение, что здесь издалека так глядя. Так, так, как вы, так, как вы продаете здесь? Все это было вычислено перед человеком, для спасения, и тогда мы продаем это, подписываем и все это, документы, обращаемся в фарме, чтобы поведать животных. Так что животные у них не дали много денег? Хорсы здесь были спасены. Они приходят из ситуаций, где они были убеждены или неглаждены. Мы их берем, сделаем их здоровыми, а потом мы их адаптимем в новых домах. Так что мы делаем здесь сегодня, это зарабатывать деньги, чтобы помогать их feed. О, окей, окей. Спасибо большое. Спасибо. Выглядит снаружи, подобно гараж-сейл. Да, и это все гараж-сейл. И там все использовано хорсы, использованный так. И у нас есть очень большая бейк-сейл. И там в барне мы продаем т-ширты, и светофорты. Это все, чтобы зарабатывать деньги. И вот это спасены хорсы? В этой пене здесь есть два донки и мюля. 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 Да, друзья. Вот какая история получается. Значит, они проводят благотворительные мероприятия для того, чтобы содержать, ну, как сказать, как сказать, обьюзнутых. В общем, таких лошадей, которых обижали. Обижали, обьюз, обижали. Да, обижали. Вот они попадали в разные ситуации. Да, и тут вот, в общем, в пользу лошадей. Так, тебе надо понять, два осла и один мул. Кто из них мул? А по-моему, они все три ослы. Может, мул это с лошадью? Да. Это смесь с лошадью. Это вот тут побольше котоваясь. Может быть. Ну, даже не знаю, что сказать, друзья. Друзья, можете сказать, кто это лошадь и кто это мюля? Я не знаю. Я не знаю. Окей. Да, тоже не знают. Видите, как? Вроде... Вот, лялечка. Видите, дают лялечке ручкой потрогать. У нас мелкого, вот этого внука, год назад осел укусил. Он ему морковку давал, и он ему прямо с рукой. Ой-ой-ой. Ну ничего. Осторожно надо. Друзья, нас просветили вот этот, оказывается, мул, а вот эти два ослики. Господи знай, руки красавец, руки красавец. Внутри. Тут, ох, как тут пахнет вот этим навозом, я бы сказал. Очень сильно чувствуется. Ааа, хорошо. Это всякие принадлежности лошадиные, я так понял. Попоны. Попоны. Да, да. Здесь везде все кони почти в пальто. Седла. Посмотри, это седла. А конь в пальто, это чисто русское такое. А здесь очень много. Ой, блин, тут вообще один навоз. Так, навоз под ногами. Вот, друзья, седла. Красивая, кожа хорошая. Шикарная кожа. Да, слушай, сложное устройство. Да. Не просто так тебе. Ну, кто же его знает, должно быть место. Да. Давайте посмотрим. Вот они. Стремена какие. Что это такое? Вот. Металл какой-то. Так. А здесь пахнет кожей. Кожей и деревянным сараем. Вот такое вот. Это вот не задница, это седло. Хорошо пахнет кожей. Стремена. Стремена. Да, да. Это педали. Газы тоже мы сами надели. А вот это какие-то сложенные ремни. Ну, пошли дальше. Там сапоги, я видел, стояли. Много. Настоящие, реально сапоги. Где они? А, вон они. Пошли смотреть. Тут какая-то ребра. Да, да. Нет, ну я не думаю, что они голодают. Они просто собирают денежки на... Поскольку проект денег стоит. Да. А вот сапоги. Сапоги явно поступили в качестве донейшн. То есть, кто-то свои. Одноушные, да. Старые. Быушные, да. Как лошадиный сапог выглядит в воду. Волны. А по-моему, обычный женский сапог. Да. А вот там на шнурочках есть, смотри. Да, на женские. Все женские, да. Почему-то женщина на лошадях ездит. Маленькие размеры все. Маленькие. Маленькие. Звуки. Наши звуки, да. Слушай, тут даже какие-то животные содержатся. О! Лошадка. Она очень мягкая. Она очень мягкая. Она очень мягкая. Это лошадь? Это лошадь? Это лошадь. Пони. Светланд. 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 Здоровая? Очень мягкая. Очень мягкая. это сразу видно что лошадка надо сказать что конечно высокая красивая и сушеваняют они конечно можно установить может быть не они сами воняют но вот это место где они находятся не заняли хорошую позицию хотя солнышко светит вот такая лошадка так там еще одна была почему пристарелых они объемы вот там мы уже прошлись просто и обид со стороны показывают мне больше вот нравится просто ферму показывать саму несмотря на амбре экскюзмой фрэнк вот вот они красавцы красавцы пони приглашают деток чтобы пони погладить потрепать вот ведь там висит табличка вот написано там 5 и пони да надо сказать что пони довольно равнодушно относится к попыткам погладить пони славнее давайте с другой стороны зайдем вот друзья мы смотрим эксклюзивно на пони тут еще загончик такой тоже пони гуляют кольцом ударил об железяку изгороди хорошо душевненько так друзья мы видим как американская лошадь проявляет совершенно какой-то невероятную чувствительность в отношении нашего соотечественника я тоже интересовал с камеры на меня посмотреть лошадь видно что добрая вот так вот вы видите друзья что тут у меня в руках такая брошюрка про этот самый фарм тур который сегодня завтра и вот карта карта этого самого фарм тура со всеми вот это трясется в машин дорога грунтовая пчелы смотри у нас пчелы да и вот про каждую ферму тут на карте значит написано что в ней грубо говоря что дают направление в котором мы едем там вроде бы должно быть сыром с козьим но посмотрим фарм тур да ну вот я извиняюсь что трясет но вы видите какие дороги на на местных фермах сейчас будем разбираться что же друзья приключения продолжается не без приключений мы доехали до этого места я вижу там барашки гуляют вот там вдали не знаю насколько вам видно вот там есть какое-то количество барашков гуляющих так а мы сейчас будем пешком уже двигаться тут тропа такая поворота в 10 наверно мы прошли пока сюда попали свет что там как ничего ну да такой сара ищи амбарище такой мешки с шерстью это мешки с шерстью вот они лежат вот на стригли шерсти и тут со всех сторон мешки с шерстью как интересно вот такая сельхоз техника у него что интересно цепи на колесах и при этом он еще немножко экскаватор такой никто это бульдозер такой вот видите не вот у нас сергей прочитал что там про них пишут вроде должны овечу 6 продавать для проектов кто-то делает там всякие какие-то вот как это валяют сам вали пряжи делают до пряжу и валяют всякую штуку да здесь можно шерсть купить и куры где-то на свободу free range на свободном выпасе куры так увидели тут курятник вот он вот курятник американца симпатичный такой смотришь сейчас посмотрим на курятник ну давайте пойдем куры нам привычные друзья это не не то что там шерсть производить а где же он в 3 рейн если они тут за загородкой типа не ходят пешком ходят в клеточках сидят они ходят пешком и у хотя у них ведь и такой домик знаете как вот там спрятаться от урагана если что а кур симпатичный в слышу даже породистый можно бы сказать такие они разговаривают как-то начать хочет ну она пожрать хочет чё за чё не хотят дочь февера проводит экскурсию рассказывают про овечек февера проводит экскурсии но как раз он инвестирует февер Tillman что он ес унослов от машин унослов от машин унослов от машин куртка за амбаров унослов рука Если ты чувствуешь опасно, то может рваться, так что может рваться и рваться на двери. Так что ты живешь здесь на фарме? Нет, я живу в Лизберге, но фармеры живут в доме, прямо там. И мы приходим и волонтируем ее на неделю. И как летишь? Я 11 лет и она тоже маленькая. Так что родители двигают тебя здесь? М-м-м. Да. Мы работаем здесь на Субтитры, и в декабре, и в декабре, и в декабре, лампы были родители, и мы тренили их на фарме, в месяц, в месяц, в месяц. И мы делали обслуживание, мы делали шеф-дресс-up, и мы получили рубли, и иногда деньги. И в декабре мы тренили наши шефы, и мы научили их обучить их. Друзья, вы видите, шкуры хорошо, хорошие, мягкие. Красавьте, господи. Очень. Светочка, попробуй. Зачем баранам такие топ-теплые шкуры? Да. Потому что они не отсюда вообще, их сюда привезли. Смотри, здесь выросли, говорят. Ну да, но порода-то какая. Друзья, тут мясные продукты. Вот вы видите, с ценником. Ох, господи, тут и вырезком. Там 16 долларов за фунт. Так, и... Как это назвать-то? Когда все прокручено, это... 12 долларов. Фарш, фарш. Кьюбс. Кубики на шашлык. Да, сосиски барани. Ели здесь по холодной тупе. Приседки бочки на фуре. Индивидуал запас холист в блэксболе. И гриб. Вот это. Вот. И гриб. И гриб. И гриб. Да, ты делаете it selber? Да, да. А вот, это мне не были спины, но я приобрёл бока и их дыранировали. Аedっlime по-другому. Многое я спину, почему-то-то я спину. Но это не для меня. А.You продали это по-друге? Я продал это из фарма, или... Мы делали, что-то не для фарм. Но мы уже не делаем фармерсмаркет, поэтому я просто продаю это с фармами. Люди, которые знают, могут попросить и купить. Так что у вас есть стабильный пункт людей, которые знают это место? У нас есть некоторые люди, и мы всегда рады получить больше. У нас есть больше людей, которые учатся и учатся. На обед. На каждой ферме такой колл. Да, это было сильно. Этому колоколу где-то лет сто. И это довольно распространенный атрибут фермы. Потому что надо собирать на обед, перерыв. А это вот домик. Вот, пожалуйста. Такое место, где живет фермер. Вот там Света беседует с хозяйкой фермы. И говорит, что, мол, может, вы знаете, кто-то продает дом с хорошим видом, там, для Алены. Ей нужно для творческого вдохновения. А то, говорит, люди айтишные, никого не знаем. А она говорит, да я сама айтишная. Говорит она. В Нью-Йорке работаю бизнес-аналистом. Сюда прилетаю вот на выходные. Так у меня, говорит, есть занятия. А из-за этой фермы, говорит, не могу никогда вот в своих. Смотрите, они вымачивают нитку, да? Пряжу вымачивают. Хозяйка рассказала, как она до Нью-Йорка добирается, там, на поездах. С пересадками, на электричках. Так вот, ребята, люди живут на восточном побережье. Поехали потихонечку вперед, друзья. Мы подъезжаем на ферму, где тут с сырами все дела. Видите, вот написано. Вот мы едем на эту ферму. Да, друзья, вы видите сараи, амбары Америки. Эти перестоят и Йеллоустоун, и этот Тунгусский метеорит. Этот явно постарше Тунгусского метеорита будет. Движемся, движемся. Пробовать сыры и узнавать новое о жизни простой такой трудовой сельской Америки. Вот так ездит Америка, друзья. Они на Мерседесах ездят, а вот на таких... Можно трактором назвать, правда? Да, это же 4x4, да. Идем, идем. Я извиняюсь за колебания камеры, но, сами понимаете, место такое. А вы видите, там наверху, на втором этаже, тоже какая-то дегустация, что ли, у них. Не знаю, как-то так обустроено. Так, пошли пробовать сыры. Так, что ты делаешь так много сырек. Так, делаешь их здесь? Да, мы делаем. Прямо 4 вкусов. Шев, софт-чиз, три, которые имеют ринляк-бри. Это, которые я имею в виду сегодня. Мы также, в общем-то, делаем блу и том, который является тяжелым годом. И фета. Но я не знаю. То есть, вы выживаете, вы милите, это целый цикл? Да. Итак, наши милки в доме здесь. Мы милки 22 сейчас. Мы также имеем около 18 древних лет, которые мы в процессе милки милки в следующем году. И если вы идете, и они здесь. И если вы идете вверх и вверх, вверх и вверх, вверх и вверх, вверх и вверх. Вау. Окей. Вот тут у нас амбар. Это как бы второй этаж. Я поднялся. Вот. А так, вот общая картинка. Посмотрите. Пастураль натуральная. Да. А здесь вот еще нам поставили яблочный сидор. Его можно купить. Вот тут. Видите, в этих галлонных таких бутылках. А. Вот это тоже на продажу. Корзинки. Я понял. Корзиночки на продажу. Так. Такое ощущение, что у них здесь намечена какая-то партия. Какая-то вот пьянка. Вот они тут. А может быть чисто так они просто сервируют. У вас тут ивент? Да. О. Окей. Да. Друзья, у них свадьба сегодня. В сарае. Да. В сарае. Тут еще пахнет. Немножко навозом так припахивает. Ну сено. Сейчас очень модно в таком стиле. Ты смотри. Там сено сваленное. Это же сейчас очень модно. Так у них так еда свадьба. Я думаю, а что они так стоят? А что бы это было? Это подогревать. Здесь будет еда сверху стоять. А это горелки. А. Это сухой спирт какой-нибудь. Я понял. Это горелки для подогрева. То есть это не то, что вот тут нам что-то предлагают. Это мы просто случайно. Просто мы случайно зашли на чужую свадьбу. Понял, понял. Я понял, друзья. Я понял. Это они нам не предлагают купить. Это они для тех, кто на свадьбу пришел. В таком, можно сказать, в минималистском варианте. Вон там стаканчики стоят. Я понял. Мы чужие на этом празднике жизни. Идем дальше. Идем к сыру. Здесь, друзья, тоже есть куры. И куры эти, надо сказать, мне кажется, не очень отличаются от тех, что мы видели на другой ферме. Такой же породы. Хотя их меньше явно. А может и нет. Может быть там большой загон. Написано, что забор под напряжением. Забор электрический, говорят. Офигеть. Офигеть. Там тоже какие-то лошадки или ослы. Пошли глянем. А это козочки, друзья. Ой, тут и курочка пришла. Но вообще это козочки. Это козочки. Они еще, как их тут назвали, нон-милкерс. То есть, их пока не доют. Вот. Ну, будут доить. Они где-то должны в следующем году перейти в разряд дойных коз. Вот видите, в основном хавают, друзья. Хавают. А, молока с них нет пока. Друзья, вот нам тут Алена. Ну, принесла на хвосте некоторую информацию. Давай. Вы представляете, вот это property, вот этот дом, сарай. Да, недвижимость. Да, недвижимость. Эта семья владеет ей с 1782 года. С 1782 года. С 1782 года. С 1782 года. Они продолжают этим владеть. У них еще земли. И они сделали вот из этого ферму сейчас вот эту сырную. И там мотель. А тут у них свадьбы проходят стильные. Да, да. И сейчас молодежь этим всем занимается. Этой семьи. Представляете? Друзья, представьте, что отцы основатели Америки могли Джефферсон там какой-то. Ну, это не Джефферсон. Это была крепкая, хорошая семья. Я понимаю. Могли прийти сюда. Дом-то какой, посмотрите. Могли прийти сюда и козьего сырку, например. Да. И они производят сыр с тех времен. Представляете? Да. Но у них еще куча землей, думаю, недвижимости. Так. Но вот эта не умерла. Да. И тот дом чудесный, каменный. Это, оказывается, мотель. И там свадебные вот эти вот останавливаются. Вон тот дом. И молодежь. Друзья, захотите остановиться, если негде остановиться, вот тут. Вот мотель, пожалуйста, вам показываю. Как город называется? Лаусвиль. Лаветсвилл. 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 И там средний возраст в этом городке 32 года. Молодежь живет. Им нравится. Эти хипстерские все дела. Вот это, да. Чиз сделает. Может быть, это лет 40-45, где-то вот так. Да, но то, что молодежь. Детей очень много. Так вы видите, тут одна молодежь. Субтитры сделал DimaTorzok